Снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7 декабря, вторник, и мы открываем Топпервары Адвент Календарь каждый день. Новый кармашек, новую идею для того, чтобы вы могли более интересным образом подготовить себя, свой дом, свою семью к рождественским праздникам. Я открываю седьмую ячейку, седьмой кармашек, и тут спрятан какой-то интересный продукт, и есть записка. Что сказано в записке? Читаем. В записке сказано, приготовьте, пожалуйста, необычные снежинки и обычные снежинки, а также витаминный клюквенный напиток. Вот, чем мы сейчас и займемся, но поскольку формат данных эфиров не подразумевает длительные такие мастер-классы, я понимаю, что у всех нет времени, то у меня уже есть заготовки определенные, я просто сейчас вам покажу, как вы можете это делать и что вы можете делать. Значит, я думаю, что всем в Балтии знаком с твердый сыр литовского происхождения, это сыр джугат, джугас такой, да? Значит, вы берете этот сыр, берете вот такую вот терочку, сейчас эта терка у нас есть среди специальных предложений. И чем она хороша? Она хороша тем, что она всегда может быть под рукой, если у вас дома есть рейлинг, тогда вы вешаете ее на рейлинг, очень удобно, кто следит за моими выпусками новостей и прочих разных событий, то вы видите, что у меня рейлинг есть и в офисе, в офисной кухне и дома. Мне так удобно, гораздо удобнее, чем хранить инструменты в разных вот подставочках или где бы то ни было. Но, тем не менее, у нас в топливаре есть два вида подставок для кухонных принадлежностей, в которых я знаю, что большая часть хозяек все-таки хранят эти изделия. Третий вариант, конечно, можно вот в этих выдвижных ящиках все это хранить, пожалуйста. Вот, но, тем не менее, эта терка компактная и очень простая в использовании и всегда может быть под рукой. И вы достаете чеснок, имбирь, цедру лимона, яблоко, может быть, вареное яйцо, чуть ли не колбаса, но все, что хотите. Но сегодня я говорю про снежинки, и я здесь уже натерла вот этот тот самый твердый сыр, тонко-тонко. И когда нужно его совсем чуть-чуть, горсточку, то на помощь приходит вот эта терка. Когда дети любят пасту или по-нашему, по-простяцки, макароны, тогда вы достаете маленький кусочек сыра из сырницы и натираете. Что нужно знать? Сейчас в акции предложение действует таким образом. Вы заказываете терку, и силиконовая лопатка маленькая идет в подарок. Очень выгодно, очень здорово. Либо отдельно можно заказать силиконовую лопатку. Что еще? Я сегодня работала рождественским гномом, и я сегодня весь день паковала сама заказы наших постоянных клиентов и наших консультантов. И я всегда с удовольствием это делаю, потому что тогда я вижу, а что заказывают люди. И хочу вам сказать, немножко отвлекаясь, отступая от темы, хочу вам сказать, что разлетаются изделия, как горячие пирожки, и заканчиваются моментально. И тем, кто живет в Латвии, тем, кто живет в Риге и заказывает в нашей дистрибьюции изделия, я хочу сказать, не тяните, пожалуйста, старайтесь отдать ваши заказы скорее, отдать их быстрее. По-моему, у нас остался только один или два заказа на завод, и все. И не думайте, пожалуйста, что изделия будут ждать вас на складе. Нет, все люди тянут всегда до последнего момента для того, чтобы заказать подарки, и изделия заканчиваются на самом деле. Так вот, я сегодня паковала заказы и обратила опять специально внимание на то, что эти терки запакованы в мешочек, и вот эти вот ножки идут отдельно. И люди, которые по картинкам покупают тупервары, я думаю, что не все смогут догадаться, а что это за красные таблеточки, такие там спрятаны в этом мешочке. Либо вы отложите их в сторонку в лучшем случае, в худшем случае, конечно, вместе с мешочком их выбросите. Вот, обращаю ваше внимание на то, что эти силиконовые ножки нужно вставить вот сюда в отверстие, они нужны для того, чтобы терка не скользила по столешнице. Здесь такой упор можно сделать, и тогда вы натираете. Терка замечательная, да, светлое зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Так вот, смотрите, мы натерли этот сыр, и пока уже я тут болтаю, уже немножечко подгорели мои звездочки, но хочу показать вам любимую затею моих детей, любимую идею моего мужа, который когда-то вообще первый стал в нашей семье готовить такие сырные чипсы. Смотрите, у меня немножко-немножко подрумянились края, потому что моя офисная духовка, она сломан термодатчик этот, и она печет слишком сильно, а домашняя духовка, наоборот, печет слабовато, поэтому, когда меня спрашивают, а сколько по времени, я могу врать, потому что эта духовка слишком жарит, а та не допекает. Я ставлю чуть ли не 220 градусов, хотя на самом деле там реально есть 180. Вот, и если вы в видео обращаете внимание на температуру, не смотрите туда, потому что глючит современная техника. Так вот, смотрите, что нужно сделать, нужно натереть вот этой вот терочкой сыр, и буквально вот такими вот легкими, такими пясточками, в русском языке есть такое слово пясточки, простите, кто по-латышски слушает, ну, это вот столько, да, это не горсть, а это половина горсти, это будет пясточка, вот так, пятью пальцами, и вот так вот делаете. И получаются, можно сделать более воздушными их, более вот как бы пространство здесь побольше оставить, тогда у вас получатся настоящие снежинки. Но, тем не менее, смотрите, вот так даже, если смотреть на свет, то получились настоящие снежинки, но снежинки из сыра. Вот, для сыроманов, для сыролюбов это прямо вот прелестная закуска. Дети любят, мои дети уже, конечно, ленятся, когда там давным-давно, пока не было микропрогриля, мы делали на силиконовом коврике, сейчас есть микропрогриль, и Максим делает себе огромную такую чипсину, Маша делает маленькие, играют как могут, но идея, она вот такая вот, отсюда. Так, это снежинки из сыра, параллельно я рекомендую, конечно, вам, если у вас маленькие дети, которых нужно развлекать, то вы можете взять обыкновенную бумагу и, ну, показать, как вырезать снежинки из бумаги, обклеить ими окна. Помните те самые занятия, которыми мы в детстве занимались с удовольствием, делаете легкий мыльный раствор, и тогда снежинки прилипают к стеклам, и можно их украсить. Мне кажется, в детских садиках до сих пор так и делают, и до сих пор этим занимаются. Прелестное занятие. Если нужно, я могу в комментарии к этой публикации, если вы попросите, поставить такую шпаргалку, как можно вырезать снежинки, если хотите. Так, снежинки проехали дальше. Кстати, если вам понравилась эта идея, и вы хотите ее делать больше, тогда, конечно, вам на помощь приходит сыротерка, там побольше сыра можно натереть. И если вообще сырный салат хотите делать или в больших объемах, то, конечно, фьюжн-мастер. Намекаю вам на что-то там в будущем. Так, дальше. В кармашке за 7 декабря, за сегодня у меня был спрятан финик. Почему финик? Потому что орехи-то мы с вами начистили, дальше нужно что-то с ними тоже делать, что-то интересное. Я хочу вам дать идею рождественской новогодней закуски, да, закуски к новогоднему столу. Которая может вам пригодиться. Но здесь мне, конечно, всегда очень интересно, кто меня смотрит. И вообще, знаете, есть категория друзей. Это люди, которые лайкают, которые комментируют, задают вопросы. Есть категория таких странных людей, приятелей, что ли, не знаю даже, как назвать. Стесняшек. О, те, кто стесняются. Они все пишут только в личные сообщения. Лена, так здорово, ты там рассказала, я приготовила, и теперь всю жизнь буду это готовить. Но пишут в личные сообщения. Ну окей, спасибо большое за то, что вы так делаете. А есть категория подсматривающих зрителей, да, как в замочную скважину, которые только подсматривают и ничего, и молчат, ничего не комментируют, не оставляют. Вот, мне интересен всегда фидбэк, мне интересна ваша реакция, вообще нужно ли это делать. Честно скажу, сегодня было настроение вообще ничего не делать, потому что, мне кажется, это никому не надо. Так вот, всегда пишите в комментариях хоть что-нибудь, чтобы было понятно вообще, чем заниматься-то в жизни. Может быть, уже пора на пенсию мне, и уже пора, не знаю, открыть свою туристическую фирму, и следующую мечту, например, свою реализовать. Так вот, значит, орешки начистили, финики. Те девочки, которые как бы вместе со мной, ну, все эти 15 лет в туперваре растут. У меня к вам вопрос. Я не могу вспомнить идею, но когда-то я делала шикарную закуску из финика, и сверху Филадельфии покрывали. Я не помню, что было внутри, но помню, что это было вкусно, и что это было здорово. Значит, в том случае, когда финики у вас вот такие шикарные, как здесь, они прямо жирные, сочные, такие классные, да, я бы запросто разделила напополам этот финик. И из кондитерского шприца, ни на что не намекаю, из кондитерского кулька выдавливаете Филадельфию. Мне кажется, в этой идее было что-то еще, что-то еще внутри. Ну, допустим, возьмем с вами грецкий орешек, как мозг, такую четвертинку, кладем сюда, и сверху еще покрываем Филадельфией. Вот, раскладываем это в сервировочные наши центры, любые, получается превосходная закуска. Кроме того, опять хочу напомнить вам про финики. Для тех, кто следит за своей фигурой, кто отказывается от пирожных, и вообще от всех прелестей жизни, да, ради красивой фигуры, то, когда хочется сладость какую-то съесть, финик вас выручает. Так вот, вторая идея на сегодня была после снежинок, это финик с Филадельфией. В интернете, конечно, очень много разных идей. Есть финик с фетой, финик с сыром с плесенью, финик с медом. В общем, хочу напомнить вам про финики. Так, и следующая идея, сейчас, секунду, руки у меня липкие после финика. Следующая идея, это, конечно, напиток какой-то. Я сейчас буду вам показывать этот напиток в прозрачном кувшине Клир, для того, чтобы вам было видно весь этот процесс. На самом деле, кувшин Клир не любит горячую воду. Он предназначен для питьевой воды с огурцом, например, или с мятой, да, без лимона. Просто вот он такой, он очень нежный, он для воды. Так, что дальше? Дальше у меня есть мой любимый измельчитель. Херб чоппер, не херб чоппер, а херб от слова трава. Херб чоппер. Вот, сюда я положила клюкву. Спасибо большое Ане за клюкву. Анечка, это действительно очень ценно, очень приятно. Подкармливают меня мои девочки иногда. Не иногда, а часто. Вот, здесь клюква шикарная, я ее сполоснула, промыла, погружаю ее в херб чоппер. Это у меня еще старая версия, я ретроград такой, я как-то дома пользуюсь с Соником, но вовсе у меня до сих пор старая версия. Вот, легким движением, абсолютно, не считала даже, но это очень-очень просто. Теперь ножички стряхиваю, здесь силиконовой лопаточкой крышечку тоже протираю. Все, фиксирую нож, убираю. Нож фиксирую для того, чтобы не порезаться случайно. Если вы где-нибудь его положили на столешницу, точно порежетесь. А вот так по высшим уровнем не порежетесь. Вот, теперь смотрите, открываю крышку кувшина Клир. Ни на что не намекаю, просто показываю. И клюква у меня порубилась. Вот, именно получается то, что доктор прописал. Получается то, что нужно. Потому что давите давилкой, ну как-то не то, да. Все равно много сока в шкурке останется. Если блендером измельчаете, потом этот блендер, ну, доставать в розетку, включать, мыть, тоже не наш вариант, не нравится. И блендер вам сделает кашу. А чоппер делает вот именно то, что нужно. Он рубит. При этом шкурки вот эти он тоже рубит. Так, дальше. Я вычищаю колбу чоппера силиконовой лопаточкой. И вот эта силиконовая лопаточка, маленькая, она идеально создана для небольших каких-то баночек, коробочек, всего прочего. Того, что нужно. Это такие не совсем официальные у нас эфиры, да. Это все-таки я больше играю и больше с вами разговариваю, как со своей подругой. Да, вот как бы я разговаривала с подругой. Вот. И в простонародье эта лопатка называется лизунок. И вот когда надо, грубо говоря, вылизать все поверхности, когда вот вы сюда, это тоже декабрьское специальное предложение, очень хорошая цена, шикарный комплект, просто шикарный. Начали паковать 49-ю неделю, не понимаю, почему мало так берете вы, вы что, это же хит продаж, этого должно быть в домах много. Друг в дружку убираются, и для всех остатков продуктов это просто вообще лучшее, что может быть. И вот эти все банки дурацкие, со сметаной, с йогуртом, какие-то остатки кефира, лакто, вот-вот всякое-всякое, не знаю, даже плавленый сыр, какую-то Филадельфию. Вы покупаете дорогие продукты, но они в своих родных упаковках очень быстро обветриваются, выветриваются, и вы выбрасываете. Сохнут, плесенью покрываются, паштет купили, перекладываете сюда, селедку какую-то купили, или массу вот эту селедочную купили, перекладываете сюда, икру купили, перекладываете сюда. Почему? Потому что объем хороший, да, и это классическая герметичная крышка топпервара. То есть, сейчас покажу вам, не услышали вы очень тихонечку, потому что маленький объем, маленький диаметр. Вы пускаете воздух, давление понижается, процесс распада продуктов останавливается. Вы будете экономить с этим комплектом все, да, даже на молочных продуктах. У меня дети, например, что делают? Открыла лакто, Маша, трубочку воткнула, половину выпила, половина осталась. Сметану, майонез, например, если вы такой, более вот уже туда взош, да, чуть-чуть майонеза надо мужу салат сделать, а пол пакетика осталось. Куда его деть? Вот сюда перекладываете. Тогда в холодильнике чисто, не воняет, не растекается по дверцам, и комфортно, и удобно. То есть это вообще супер вещь, и цена очень хорошая, какая, не помню. Вот, и когда отсюда надо вычистить все, пам-парам-парам-парам, пам, вычистили все. Вот, и, конечно, у меня есть любимая история. У нас когда-то для новых консультантов была такая программа, что когда новый консультант регистрируется, ну, покупатель новый, да, сейчас мы уже не говорим консультант, вот, его стартовый комплект выглядел так, херб-чоппер и силиконовая лопатка. И реальная история из жизни, если я про вас рассказываю, зовитесь в комментариях, чья это история, потому что я не помню. И девочка мне потом рассказывает, что, представляешь, мы год пользовались этим чоппером, так все было, ну, классно, здорово, но муж всегда делал вот так, вот так вот пальцем это все вот так выковыривал, вернее, вот вычищал. Ему хотелось очень так все вычистить прямо основательно. Вот, чтобы не делать этого пальцем, я говорю, ну, у вас же есть силиконовая лопатка. Она говорит, да, мы спустя год только догадались, что силиконовая лопатка, она как раз-таки для этих целей и нужна. Ну вот, значит, такой там отдельно есть, в комплекте есть. И показываю вам в клир-кувшине, но горячее отсюда осторожно, не надо сюда горячее. У меня не совсем кипяток, у меня градусов 80 уже, потому что чайник закипел какое-то время назад. Специально я так сделала, да? Вот, и теперь я закрываю крышечку для того, чтобы он настоялся, пропарился, для того, чтобы я крышку, кстати говоря, можно крышку вот так вот заблокировать, и тогда морс этот проварится, протомится, потому что... Сейчас. Вот, пар будет ударяться об крышку и идет обратно. Ударяется об крышку и идет обратно, происходит вот это вот круговорот воды в природе. Вот, и когда весь жмых упадет вниз, это будет означать, что ваш морсик заварился. Клир-кувшин вообще-то не для этой всей истории. Да, это лучше всего делать в термосе, это лучше делать в кувшине самбо. И, конечно, самый идеальный вариант, это делать в сервофиксе. Вот, когда жмых весь упал вниз, морсик готов, тогда можете в остывающий напиток добавить мед, потому что мед в кипяток нельзя. Окей, можете добавить сахар, сахарозаменитель, можете пить так, это не важно. Важно вот этот хочу вам фокус показать. За этот фокус спасибо большое Алене Голевой. Она научила нас всех. Она когда-то приехала в офис, у нее в термокружке был с собой такой напиток. Я думаю, блин, почему не я это придумала опять? Всегда говорю, наши девочки в Балтии настолько гениальны, что просто хочется уже книгу когда-нибудь об этом написать. Вот, значит, когда морс проварится, я перевернула бы крышечку вот так, крышечку в клир кувшине, да? Почему? Потому что там есть решетка вот такая вот, смотрите, как шлем у рыцаря. Вот, наклоняю. Вот крышечка у него открывается так, когда нужно просто воду налить, а если нужно процедить, она открывается вот так. И, это я вам показала, а сама закрыла неправильно. Вот так, да. Вот. И наливаю, процеживаю. Процеживаю, процеживаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наливаю полный термос. Вот, закрыла, процеживает. Закрыла, процеживает. Кстати, в молочнике то же самое. А в молочнике многие ругаются. Можно тебя попросить, где у нас для молока, который такой, кувшинчик есть из этой же серии Клир. На витрине там нету посудомойки? Ах, жаль. Ну, я покажу. Секунду. Вот. Есть из этой же серии Клир кувшинчик. Вот такой молочник он называется. И многие на него ругаются, что когда наливаешь молоко, крышка падает. Крышка падает у тех, кто не знает, как правильно пользоваться. Вот так он закрыт. А когда нужно налить, вы нажимаете, и тогда крышка держится и не падает. Видите? Вуаля. Вот. И здесь у нас молоко или сливки, или что-то в этом роде. Так, значит, морсик у нас здесь готов. Добавили бы мы, конечно, лучше меда. Крышка, смотрите, наполовину открыта он наливает. В варежках, да, можно даже открыть. Так, и так. И все. И поехали с горки кататься, и поехали вообще в машине в пробках стоять. И что угодно. Так, еще поругаюсь, скажу, на Латвию поругаюсь. Опять-таки, пакую сейчас все заказы, и вижу, как мало наши девочки заказывают эти комплекты. Вы что? Это же превосходный подарок. Это, во-первых, качество. Это дизайн. Это красиво, просто стильно. Да, стильно со своим термосом сейчас быть. Это комфорт, это удобство, это экономия. Потому что, когда вы кофе или чай берете с собой, не будете покупать на заправках в этих жутких одноразовых стаканчиках, которые не бумажные стаканчики, а они вот этой полистирольной пленкой изнутри как бы выстиланы. Дальше, что это еще? Постоянно мы думаем, а что же подарить мужчинам? Мужчинам очень тяжело придумать подарок. Вот, смотрите, глубокий, красивый, морской цвет. Шикарный подарок будет мужчине. Думаем мы часто, что подарить учителям, врачам. Те люди, которые сидят на своем рабочем месте долгое время, для них это будет супер подарок. Представляете, будут постоянно пить напитки горячие и вас благодарить, вас вспоминать. Не только зимой, но и летом, когда сюда можно налить вино белое, бросить кубики льда или замороженные ягоды и летом пользоваться, и весной. У кого проблемы со здоровьем? Кто, например, в больницах или что-то с этим связано для лежачих больных? Ну, тоже. Или вы дома болеете, постоянно вставать к чайнику, вам не хочется, это тяжело, это вы напрягаетесь. Опять-таки термосы нужны, ну, всем они нужны. Маленькие детки, кто гуляет с колясками, гуляйте с коляской, нужен термос. Ребенок маленький, смеси по ночам нужно делать, сделайте себе воду, легче будет эту смесь ночью делать. Ребенок постарше нужно, на тренировку ребенок идет, нужно, в школу идет ребенок, нужно горячее пить. Ну, просто космос какой-то, да, на рабочем месте нет возможности поесть. Сейчас мы в такой ситуации, что очень много заказов, то обрабатываем это все, да, некогда отвлечься на еду. Ну, пожалуйста, бульон с собой, с вермишелькой легкой, можно поесть. Это подарок для всех, цена отличная. Что можно купить за 35 евро, вообще не понимаю. Ну, нормальный подарок маме, бабушке, папе, брату, свату, врачу, учителю, да кому угодно, он для всех подходит. Вот такой термос нужен всем, там, с пяти лет, все, да, вообще, как хотите. Подростки тоже нужен, всем нужен 35 евро копейки по нашим временам за подарок, которым люди будут пользоваться долгие-долгие годы. Вот, кстати говоря, собачники, кто с собачниками гуляет. Ну, вообще, короче говоря, девочки милые, для всех нужно брать много. И последний шанс, мне кажется, купить это до этого понедельника, если вы хотите получить до Рождества. Да, следующий товар у нас приходит 20 декабря, поэтому торопитесь, пожалуйста. Вот, ну и последнее, что хочу сказать, это, конечно, силиконовые варежки, которые тоже сейчас у нас есть, по замечательной цене, со скидкой. Они такие, видите, длинные, у них манжеты хлопковые, для того, чтобы паром не обжигались. Вы, когда открываете духовку, дальше, что еще, у них коквилнес, у них хлопковая внутри прослойка, для того, чтобы рука не потела, или если она потеет, то хлопок этот все берет на себя. У нее синтепончик там внутри, для того, чтобы была дополнительная защита, когда вы хватаете этот противень. Дальше, специальный, вот здесь такой орнамент, это рисунок, это фонтан таппервары, для того, чтобы не скользила ваша посуда, решетки, противень и все прочее. Как для горячего, так и для холодного. Ну и, конечно, не шучу, но рассказываю о том, что второй комплект варежек имеет место быть у гриля, если ваш муж постоянно проводит время там, особенно в сезон за шашлыками и грилями, да, стоит у Мартена постоянно, то тоже ему будет отличный подарок, реально будет вас благодарить, вы его спасете от ожогов, спасете вообще, как бы, это другой уровень жизни, это настроение, это комфорт, это класс. Вот, все сказала, это прелесть, это прелесть, это вообще, видите, потихонечку опускается жмых, вот он потихонечку, потихонечку идет вниз, то есть он сейчас проварится, заварится. Так, все сказала, звездочки, снежинки у меня получились, ай, 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 замечательные, да, вот такие, вот на свет, вообще дико красиво. Все, люблю, целую, обнимаю, пишите, звоните, не молчите, те, кто подглядывают, вот, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok